Дорогие друзья, приветствую всех на своем канале Есть-Поесть! И сегодня предлагаю вариант горячего блюда из свинины на праздничный стол. Помимо того, что мясо получается очень вкусным, на столе оно выглядит очень красиво. Сочные и мягкие слои свинины чередуются с прослойками маринованного в соевом соусе лука и помидорами. После запекания лучок остается слегка хрустящим, что придает блюду особую прелесть. Конечно, вы можете взять любое количество мяса и начинки. Ну а мой список ингредиентов смотрите под описанием к видео. Сначала несколько луковиц нарежу полукольцами. Количество лука зависит от количества мяса и от степени вашей любви к луку. Специи я обычно беру много, у меня здесь где-то 2 столовые ложки. Просто беру разные наборы специй и смешиваю их вместе. К луку и специям добавляю соевый соус, размешаю и дам немного постоять. Помидоры можно порезать кольцами или полукольцами на ваше усмотрение. Чеснок я обычно тру на крупной терке, но можно пропустить его через пресс или порезать кусочками. Что касается мяса, можно взять лопаточную часть свинины, но лучше все-таки взять шею. Нарезаю такими не толстыми кусочками и если вы хотите, чтобы мясо было еще мягче и приготовилось быстрее, можно слегка его отбить молоточком. Для удобства я беру форму для кекса, покрываю фольгой с запасом, выкладываю на дно первый кусочек мяса, солю каждый слой и добавляю специй. Равномерным слоем щедро раскладываю маринованный лук. Сверху выкладываю следующий слой мясо. Затем также соль, специи и на этот раз слой помидоров. Затем немного чеснока. Следующий слой также солю, добавляю специи и раскладываю лук. Потом слой с помидорами и чесноком. Ну и завершающий слой мяса. Разумеется, добавляю соль и специи, а также выкладываю слой лука и помидоры. Затем накрываю фольгой, плотно прижимаю, чтобы конструкция не развалилась и отправляю в разогретую до 180-190 градусов духовку на полтора часа, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Тем временем беру готовый соус, он у меня уже со специями, его можно заменить томатной пастой. Добавлю сюда еще специи, 2 столовые ложки соевого соуса и хорошенько размешаю. Мясо извлекаю из духовки, очень аккуратно открываю фольгу и обмазываю соусом со всех сторон. Затем снова отправляю в духовку, уже не накрывая фольгой, еще минут на 20-30. Особо отмечу, что время приготовления зависит от вашей духовки, от качества мяса и от величины кусочка, поэтому ориентируйтесь сами. Готовому мясу желательно дать немного постоять и только потом подавать к столу. Единственный минус, при нарезании очень тонкими кусочками конструкция может расслаиваться. Подавайте мясо, украсив по желанию целиком или нарезав на порционные кусочки. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Смотрите на моем канале видео рецепты с блюдами к новогоднему столу. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне! Увидимся в следующих видео!